Даже в этом месяце очереди перед почтовыми отделениями собирались еще до открытия. После ухода украинских банков 118 тысяч севастопольцев, половине из которых ранее соцвыплаты начисляли на банковские карты, стали получать пенсии в кассах «Севастополь-почты». Четыре часа встаем, идем, потому что бабушки не спят, которые дома сидят. Они встают четыре часа, уже все, и приходится, естественно, ну ладно, не буду это говорить. В общем, до двух часов практически стою там. И вот решение нашлось. Исполняющий обязанности губернатора подписал распоряжение о заключении договора с Российским национальным коммерческим банком в конце апреля. А в мае пенсионный фонд подписал с РНКБ документ о финансировании и выплате средств через счета. Теперь получить пластиковую карту, которая выпускается на базе российской внутренней платежной системы ПРО-100, может любой пенсионер вне зависимости от вида получаемой пенсии. «Пенсионер должен обратиться в любое отделение банка. При этом у него должен быть с собой паспорт, либо украинский, либо российский. И он оформляет два заявления. Заявление на открытие счета и заявление на перечисление пенсии, которое мы передаем в пенсионный фонд». Пластиковую карту клиент получает сразу. При желании ее можно будет персонифицировать. Причем все операции для пенсионеров, в том числе и выдача карты, будут осуществляться бесплатно. А на остаток средств по счету начисляются 4% годовых. Деньги можно будет получить в банкомате или кассе банка. Первые 50 пенсионеров получат соцвыплаты в РНКБ уже в июне. А те, кто еще не знал о новых возможностях в перспективе выбора, обрадовались. «Не будет столько народу здесь. Это первый плюс. Во-вторых, каждый, кому где удобнее, тот там и будет получать свою пенсию». «Я все время получала в банке. Было очень хорошо. Я плачивала там за квартиру. Было очень удобно. А сейчас, конечно, плохо. Очереди большие, стоим. Ну, все, конечно, уладится». «Будет карточка. Будет проще снимать, не стоять. Буду в очередях за пенсии. Вот и все. Буду в банкомате снимать». Однако на порядок выдачи пенсии нововведения не повлияют. Соцвыплаты будут выдаваться ежемесячно, согласно установленному графику с 4 по 25 число. Александра Толкачева, Екатерина Долгополова, программа «Наше время». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова